Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Exeged пришел следующий вопрос. Постоянно слышу мысленный мат, хотя сам не скверсно словлю. Как быть, есть ли на мне грех? Бывает такая жизненная ситуация, когда ты работаешь на производстве, в компании, где матерятся все. Да что матеряться? Просто говорят на этом языке, не понимая, как можно использовать какие-нибудь другие слова. И даже если ты не хочешь материться, нет-нет, да эти слова у тебя в сознании всплывают, ты это слышишь, и постоянно возникают вопросы. Так, а я, получается, теперь скверно словлю, если я так оскверняю свой слух, я оскверняю свой ум, и теперь, говоря те же фразы, которые произносят мои коллеги с добавлением некоторого острословия, я теперь тоже едва-едва сдержусь от того, чтобы их не повторить. Ну и повторяю про себя. Итак, грех это или нет? Хочу вас успокоить, на самом деле нет, потому что грех – это то, что приносит, с одной стороны, тебе вред, а с другой стороны, это то, что осуществляешь ты по своей доброй воле. Хотя, да бывает, уже зависим, и уже не можешь его не совершать, это уже грех, который перерос в страсть. Но, тем не менее, если ты не желаешь его, ты сторонишься его, тебе неприятно, и ты не можешь ничего изменить, то личного греха ты не несёшь. Ну и когда-нибудь вам всё равно придётся из этого коллектива уходить, всё равно ты или уволишься, или пойдёшь вверх по карьерной лестнице, и твои ушки, наконец-то, не будут вянуть от всего того, что ты слышишь. И со временем, и в мыслях ты не будешь этого произносить. Если ситуация намного сложнее, то есть ты когда-то жил в этой атмосфере, теперь всё как бы хорошо, но всё равно ты припоминаешь эти слова, то рано или поздно оно, ввиду отсутствия поливания этого огнём-бензинчиком, всё равно сойдёт на нет. Главное – это не культивируйте в себе ни внешнее сквернословие, ни внутреннее, и потихонечку оно затухнет. Может быть не за год, может даже не за два, но всё равно оно уйдёт, уверяю вас. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.